Друзья, всем привет! Добрый день! Я вот приехал после ДБР в свой уютный офис и хочу вам рассказать о причинах политического преследования, которое организовал против меня офис президента. Политическое преследование это начато давно, еще в 2021 году, после того, как я отказался выходить из фракции по надуманным обвинениям, отказал лично президенту, после чего против меня были открыты два уголовных дела по неуплате налогов и по госизмене. Дела абсолютно пустые и вы это сами прекрасно видите на том простом примере, что ко мне с неотложными обусками явились 3 августа 2023 года по делу о выезде за границу, абсолютно законном выезде, которое подтверждено всеми разрешениями и, собственно, подтверждено пограничная служба, которая меня за границу выпустила. Самое интересное, что зарегистрировали уголовное дело, это тогда, когда я уже давно вернулся в Украину и служба безопасности, которая получила политический заказ от Зеленского и Ермака, была вынуждена подключить ДБР, который расследует дела противонародных депутатов. На фоне всего этого вороха проблем, которые существуют в стране, коррупция в Министерстве обороны с продуктами питания, это только то, что на поверхности, я уже не говорю про закупки оружия, снарядов и патронов, и вещей для военных. Коррупция на большой стройке, предательство интересов Украины личным другом Зеленского, главным лейтенантом страны Бакановым, который сдал юг нашей страны агрессору, махинации в Украинской оборонпроме, в Национальной аграрной академии с государственной землей, махинации в государственных банках, махинации в Национальном банке Украины с золотовалютными резервами, с валютой, которую вы не могли обменять, потому что пышный в сговоре с собственниками обменных пунктов, ими владеет семья Турчинова, вот наживался на том, что у вас на долларов была какая-то цяточка. Вот на фоне всего этого вороха коррупционных проблем, которые покрываются лично Зеленским и Ермаком, офисом президента Украины, попытка предъявить мне подозрения в уголовном деле по тому, что я подписывал какие-то официальные обращения, кстати, антикоррупционные обращения, в различные госорганы, якобы находясь за границей, но это смешно, это смешно и это называется политическое преследование по надуманному поводу. Почему этот повод появился? Что стало спусковым крючком? Безусловно, критика. Критика, которую я сначала вел, как человек, который хотел показать Зеленскому, что его окружают негодяи до определенного момента, я был уверен в том, что этот человек пытается изменить страну, я сам за него лично агитировал, он агитировал за меня. Я, кстати, при выпуске нашли у меня вот такую газетку, почему-то не изъяли. Газетка это «Слуга народа», вот я с Зеленским, это еще в 2019 году, когда проходили выборы. Я тогда верил, что этот человек хочет изменить страну, я тогда верил в то, что он говорит правду в своей избирательной программе, я хотел ему помочь, и я думаю, что, учитывая, скажем, мою активную позицию по вскрытию коррупционных нарывов режима Порошенко, я привнес в эту победу определенную долю. Вот, если помните, вот эта программа, «Змейному Украину разуму» называлась. Я вам просто так первую страничку прочитаю, а вечером мы ее разберем с вами детально в отдельном видео. Всю эту программу и ложку, в которую она превратилась. Вот смотрите, как звучала программа Зеленского, в которую я верил в 2019 году. Він хотів побудувати Україну, я вам розповім, вот она программа, я вам розповім про краину своєї мрії. Обещал нам Владимир Юсангель в 2019 году, вот краина его мрії. Это Украина, где стреляют лишь салюты на веселлях и днях народжения. Где открытий бизнес можно за годину, отримать закордонный паспорт за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду. Где нема оголошений, работа в Польщі, а в Польщі є оголошення, работа в Украине. Где в молодой семье один клопит обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Где лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Где на турканами є карпатські ліси, а не депутати. Где бабця отримую гідну пенсію, а не инфаркт від рахунку за комуналку. Где підставою призначення на посаду є розум, освіта, таланти, совість і не те, що разом хрестили дітей. Гіта Педженера про лейтенанта Баканова. Где дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної та здійсненої мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, в яку повертаються. Україна, яку ми будемо початися та цінувати, а решта знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. Те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої тінності, це те, що я вірую і чому готові служити. Враньо. От перого до последнього слова. Ізбирательна програма Зеленського казалась враньом. В 2019-м году, в 2020-м году, вплоть до містних выборов, де Слуга Народа продали столицу Кличко, просто офіс президента договорился з Кличкою і продал ему город Київ. Дал ему перезбраться мэром в очередной раз. Я ще верил в то, що, можливо, просто вот эти слова, набор слов, написанных на бумагі, являться некими ценностями, а не просто красивым текстом. Начинаючи з 2020-го, от самих містних выборов, я абсолютно уверен в тому, що це було враньо значально. Враньо, яке должно було привести Зеленського к власть, яке должно було создати для нього условия окружити себе вот этими негодяями, на которых ми сьогодні наблюдаємо, і которые крышують бизнес, назначають смотрящих от СБУ в различные сферы экономики, без которых не проходит, не растамаживается ни один груз, не разблокирується ни одна налоговая накладная. Вот эта вот система Зеленського, которая країна Мрии, вот країна его Мрии, это країна воров, которые являются его друзями. То есть с 2019 по 2020 год, по конец 2020 года, я еще как-то ему верил. После этого и говорил ему правду в глаза. Я тогда присутствовал на многих совещаниях в офисі президента и пытался обратить его внимание на то, что его окружают откровенные воры. И возможно просто действительно, потому что он не специалист ни в экономике, ни в политике, он этого не видит. И он умело, умело играл эту роль. То есть он злобный лицедей, надевающий различные маски, пытающийся подменить свою истинную сущность, заботой о ближнем, своей рубахой парнем, борцом за ценности церковные, военные, промышленные. Но все это оказалось фуфлом. И все мои попытки донести до него правду превратились в то, что я стал для него врагом и оппонентом. Я уверен, что те санкции, которые были введены против меня, ошибочно введены. В 2021 году Соединенными Штатами Америки являются не просто политическими, а мотивированы и срежиссированы Офисом Президента Украины. Почему? Потому что, как я и говорил, во время обысков, которые якобы были неотложными, вот я здесь в Киеве, спокойно езжу на тренировки, на работу, в офис к себе. Значит, неотложные обыски, которые у меня проводила Служба Безопасности Украины, при участии ДБФ, они были связаны только с одним. Я об этом тоже говорил в своих видео. Пожалуйста, Telegram Дубинский Про, почитайте, посмотрите. Вчера следователи потеряли интерес к процессу обыска, после того, как нашли у меня папку с черновиками подготовки допроса в НАБУ по делу о госизмене Деркача. Я давал свидетельские показания, потому что участвовал в единственной пресс-конференции Деркача еще в 2019-м. Пресс-конференция была посвящена хищению 7 миллиардов долларов из украинского бюджета Гонтарева и Порошенко, и Ереська, которые через систему иностранных фондов, в том числе американских, деньги вывели, а потом завели обратно через покупку украинских облигаций внутреннего займа. Так называемая пирамида государственного долга. Вот это вот мое участие в пресс-конференции с Деркачем. А потом Офис Президента уже запустил историю с пленками Байдена Порошенко. Потом Офис Президента и Слуга Народа в лице Арахамии и других депутатов Слуги Народа пытались создать временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов, изложенных в пресс-конференции Деркача по пленкам Байдена Порошенко. Они пытались легализовать эти пленки в украинском политикуме, потому что подыгрывали, правда, подыгрывали одному из кандидатов. Я об этом всем в деталях. Я даже сейчас не раскрываю, но следствие, я в деталях об этом рассказал в НАБУ. И вот, видимо, эта информация попала в Офис Президента. И таким срочным порядком, под надуманным абсолютно предлогу, они побежали проводить срочные обыски, чтобы изъять вот эти бумаги, чтобы узнать, что же я дал в НАБУ, какие показания. Они эти бумаги изъяли и сразу же успокоились. Кстати, я хочу обратить ваше внимание еще на один факт. Вот они со всех утюгов, начиная с 2021 года, когда я сказал «нет Зеленскому», открыли против меня несколько уголовных дел, в том числе по госизмене. Через суд обязали прокуратуру это дело открыть. Так вот, я не был ни на одном допросе по делу о госизмене. И сейчас ко мне пришли не по этому делу, которое они используют для моей дискредитации и черного пиара против меня, а по делу о выезде за границу. Абсолютно, повторюсь, законно. Вот, что из себя представляет на сегодня Владимир Александрович Зеленский, ну, в общем-то, вам понятно и понятно мне уже давно. И то, что когда-то, до 2020, до самих местных выборов, я пытался ему донести, исправить его понимание о том, кто его окружает, какие ошибки он делает, с 2020-2021 года превратилась в критику. Критику, которая рано или поздно в голове у диктатора должна была превратиться в указание наказать. По любому поводу, бежать, сделать, изъять, отыметь. Ну, отымели они пока сами себя. Безусловно, я не уверен, что они будут продолжать попытки меня дискредитировать, найти любой компромат. Ну, что ж, мы к этому готовы. Мы это видели при Порошенко, в которого сегодня превратился Зеленский. Такой же наглый, зажиранный коррупционер, дающий своим ручным чиновникам и следователям указание бороться со своими политическими оппонентами. И самое главное, критиками. Потому что, ну, а еще раз повторюсь, они не открывают уголовные дела. И даже ни одного допроса не было у Баканова, которого уволили за то, что его действия нанесли значную шкоду интересам державы и провели до значных людских втрат. Это же формулировка официального увольнения главы СБУ Баканова. Ни одного допроса с этого момента. Не допрошено ни Резников, ни Голик, ни Тимошенко, ни Гусев, который возглавил Укроборонпром, ни начальники или кураторы Аграрной Академии. Никто из этих воров, которые окружают Зеленского, им крышуются, не допрошено. Кто смотрящий от СБУ во всех игорных, таможенных схемах, знаете? Знаете. В медицинской теме тоже знаете. Тоже знаете. Где допросы их? Где борьба с коррупцией? Конечно же, этого всего нет. Потому что все, весь смысл существования действующей власти, он сконцентрирован на зарабатывании денег во время войны. В то время, как цвет нации, люди погибают за эту страну, за ее суверенитет и национальные интересы. Вот начиная с 2020 года, повторюсь, с местных выборов, когда на фракции «Слуга народа» я сказал Зеленскому в глаза, что если вы выставите слабого кандидата на выборы мэра столицы, вы ему продадите город. Для всех это будет понятно, чтобы не хотели бороться. Что тогда произошло? Они выставили кандидата мэра столицы Верещук, которая с треском эти выборы проиграла. А потом назначили смотрящих людей Ермака к Кричко в доме. Первым замглавой городадминистрации тогда стал Алексей Кулеба, который сейчас возглавляет региональную политику в офисе президента. Является замглавой Ермака в офисе президента. Он был руководителем Зеленстроя, и его заводил Ермак. И многие другие люди, вот эти всякие трубицыны, шмубицыны, которые все сидели в Киеве и занимали различные ответственные посты вокруг Кричко на хлебных должностях, были заведены туда после местных выборов 2020 года. Что для меня стало очередным фактом продажи Украины, города Киева, ее столицы, группировки Кричка именем офиса президента. Сейчас они опять побили горшки, и сейчас прокуратура в речном режиме каждый день вручает очередные подозрения очередному руководителю коммунальных предприятий. То, что они там воруют, в этом же нет никакого сомнения. И как и нет другого сомнения в том, что в этом воровстве до определенного периода времени принимали участие чиновники офиса президента, которые молчали, и никуда никакая прокуратура не бежала. Побежала сейчас. Что мы имеем? Мы имеем очень сильного внешнего врага. Россию. С диктатором Путиным. Который наносит непоправимый ущерб нашему социальному положению, экономическому положению. Пытается отобрать территорию нашей страны, нарушить и уничтожить ее суверенитет. И вместо того, чтобы бороться с этим врагом, действующая власть просто занимается схемами. С врагом борется народ. С врагом борется армия. С врагом борются солдаты, которая и без Зеленского, и без всяких этих Даниловых, Кулеп, Шмулеп, Ермаков и остальной, не буду говорить плохое слово, Шушера, встала на защиту своей страны. То, что они пытаются это возглавить, это все прекрасно. Только вот с одной стороны есть часть страны, нации, которая воюет за интересы нашего государства. А с другой стороны есть офис президента, который под прикрытием этой войны набивает свои карманы. Вот об этом я говорю, и это беспокоит, бесь Ермака и Зеленского. Их матрешку пышного, который обиделся на то, что я на всю страну показал, что он своего бойфренда, устроил себе советником, и за счет бюджетных бабок катает его в Вашингтон, чтобы там развлекаться. Говорят, а он прибежал к Ермаку, и вот такая вот у них реакция, болезненная. Понимаю, ребят, понимаю. Старайтесь лучше, старайтесь лучше. Я думаю, что мы с вами разберем твердитально вечером программу Зеленского. Ну, пора уже пришла, ну, хватит. Я не хочу быть, не просто не хочу быть рядом со слугой народа, не хочу быть рядом с Зеленским. Я просто считаю, что то, что они делают сейчас, на фоне крови, которая каждый день проливается на фронте, это мародерство. Мародерство, причем страшное мародерство. И я понимаю, что они будут пытаться закрыть мне рот, выдумать из несуществующих преступлений, слепить какое-то подозрение, пойти с ним в суд и попытаться его легализовать. Ребят, это все попытка закрыть рот тем, кто их критикует. Вот точно так же, как с Лерасом это происходит. Точно так же, как это происходит с Гончаренко. Он меня критикует тоже, но в данной ситуации вот с ним офис президента пытается поступать точно так же. Он критикует их, они его пытаются посадить в тюрьму или на его родственников напасть. Мне же нет ничего святого. Поэтому, это имеем мы дело с откровенными негодяями, которые переступают через любые моральные, я уже не говорю про процессуальные нормы, в борьбе со своими критиками. Но эта критика никогда не остановится просто потому, что вот если бы я их боялся, я бы, правда же, согласитесь, мог не возвращаться в Украину и критиковать их издалека. Но мне нечего скрывать, нечего бояться, поэтому я здесь и буду говорить вам правду в глаза. Ну, говорить вам, чтобы слышали о ней. Чтобы вы знали, какие негодяи под прикрытием войны и крови. Вместо того, чтобы бороться, направить всю мощь нашей страны, все усилия против внешнего врага, против Путина, занимаются откровенным мародерством. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский ПРО в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий для продвижения этого видео. И сегодня вечером включайтесь в эфир, поговорим про программу Зеленского, Краина моей Мрии. Вот такая вот была мечта Зеленского, мы ее с вами сегодня обязательно обсудим. Правда, обсуждать, честно говоря, нечего, потому что все это оказалось в хранье. Будьте здоровы, все будет украинным, обязательно победим, даже несмотря на негидяев. Пока.